Это, пожалуй, самое ожидаемое послание президента России. Впервые в Кремле, помимо депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, губернаторов, представителей Республики Крым и Севастополя. К ним Владимир Путин сегодня обращается. Граждане России. Разделений отныне нет. Зал аплодирует стоя, приветствуя представителей автономии города-героя. Глава государства начинает послание с исторической справки. Крым – это исконно русская земля. Но в 1954 году Хрущев передал полуостров и главную базу Черноморского флота Севастополь Украинской Союзной Республики в нарушение всех конституционных норм. Решение было принято кулуарно, и тогда мнение жителей СССР никто не спросил. Миллионы русских легли спать в одной стране, а проснулись за границей. В одночасье оказались национальными меньшинствами в бывших союзных республиках. А русский народ стал одним из самых больших, если не сказать самым большим, разделённым народом в мире. Наша страна находилась тогда в таком тяжёлом состоянии, что просто не могла реально защитить свои интересы. Но люди не могли смириться с вопиющей исторической несправедливостью. Все эти годы и граждане, и многие общественные деятели неоднократно поднимали эту тему. Говорили, что Крым – это исконно русская земля, а Севастополь – русский город. Россия теперь другая страна, ясно даёт понять Путин в своём послании. Это своего рода ответ всему Западу и Европе. Жители Крыма и Севастополя обратились с призывом защитить их права и жизнь, и не допустить того, что происходило и происходит в Киеве. И наша страна не могла не откликнуться на эту просьбу, иначе это было бы просто предательством. Никакие санкции со стороны Запада уже не остановят процесс вступления Крыма в состав России. В случае с Украиной наши западные партнёры перешли черту. Вели себя грубо, безответственно и непрофессионально. Они же прекрасно знали, что и на Украине, и в Крыму живут миллионы русских людей. Насколько нужно потерять политическое чутьё и чувство мира, чтобы не предвидеть всех последствий своих действий. Россия оказалась на рубеже, от которого не могла уже отступить. Если до упора сжимать пружину, она когда-нибудь с силой разожмётся. Надо помнить об этом всегда. Сегодня необходимо прекратить истерику, отказаться от риторики Холодной войны и признать очевидную вещь. Россия самостоятельный, активный участник в международной жизни. У неё, как и у других стран, есть национальные интересы, которые нужно учитывать и уважать. Послание президента прокомментировал в своём микроблоге сегодня губернатор Краснодарского края. Александр Ткачёв в числе других руководителей регионов сегодня присутствовал в Кремле во время исторического события. Президент дал ясно понять, Россия встала с колен и с нами уже не получится разговаривать с позицией силы или использовать двойные стандарты. Подписание договора о принятии в состав Российской Федерации Крыма и Севастополя лично я расцениваю как восстановление исторической справедливости. Из 2 миллионов 200 тысяч жителей Крымского полуострова почти полтора миллиона русских, 350 тысяч украинцев, которые преимущественно считают русский язык своим родным, и порядка 300 тысяч крымских татар, значительная часть которых, как показал референдум, также ориентируется на нашу страну. Напомним, по итогам референдума более 96% проголосовали за воссоединение с Россией. 9 из 10 россиян также поддерживают вхождение Крыма в состав Российской Федерации. Таковы результаты опроса, проведённого в ЦИОМ и Фондом общественное мнение. «Люди на Украине давно хотели перемен, отметил Путин. За годы самостийности, независимости власть, что называется, их достала, просто опостылила. Менялись президенты, премьеры, депутаты, рады, но не менялось их отношение к своей стране и к своему народу. И душа за русских, как говорит президент, всегда болела. В случае с Крымом и Севастополем люди сами выбрали, с кем они хотят быть. И это мнение мир должен уважать. До сегодняшнего дня дело оставалось лишь за политическим решением самой России. Уважаемые члены Совета Федерации, уважаемые депутаты Государственной Думы, граждане России, жители Крыма и Севастополя, сегодня, основываясь на результатах референдума, который прошёл в Крыму, опираясь на волю народа, вношу в федеральное собрание и прошу рассмотреть конституционный закон о принятии в состав России двух новых субъектов Федерации – Республики Крым и города Севастополь. А также ратифицировать подготовленный для подписания договор о вхождении Республики Крыма и города Севастополь в Российскую Федерацию. Не сомневаюсь в вашей поддержке. Россия, в отличие от новой власти в Киеве, отметил президент с уважением, относится к представителям всех национальностей, проживающих в Крыму. И смена государства никак не повлияет на их культуру и обычный уклад. В новых субъектах Федерации будет три равноправных государственных языка – русский, украинский и крымско-татарский. Договор о вхождении в состав России Крыма и Севастополя сегодня в Кремле подписали президент Владимир Путин и руководители Крымского полуострова и Севастополя. Этот договор в кратчайшие сроки намерены ратифицировать в Госдуме. То же самое касается проекта Федерального конституционного закона, который определяет название, статус границы нового субъекта. Евгений Вольский, 9 канал.